Это первый турнир по стритболу, приуроченный ко дню рождения Сочи, который провел Совет молодых депутатов при городском собрании. Но судя по количеству принятых заявок на участие, биться за кубок городского собрания по уличному баскетболу горожане будут ежегодно. Старт новой традиции дали сами народные избранники. Ну а после на спортивные площадки вышла сочинская молодежь. Школьники вошли в первую категорию участников турнира. Вторая категория – это любители, то есть студенты, для которых стритбол – это хобби. В третью представительскую группу вошли представители администрации курорта и различных городских организаций. Инициатива данного мероприятия принадлежит городскому собранию и лично председателю городского собрания Филонову Виктору Петровичу. А мы, как Совет молодых депутатов, мы занялись реализацией его инициативы совместно с департаментом физкультуры и спорта. Победителям участникам обещаем в первую очередь хорошее прекрасное настроение, атмосферу праздника. Для нас это самая главная цель. Энтузиазм большой у ребят, они с большим удовольствием принимают участие, и мы должны их поддержать в этом. Из десятка мероприятий, которые прошли в Сочи в день города, турнир по уличному баскетболу на кубок городского собрания выбрали более сотни горожан. Спорт, отмечают участники, становится образом жизни местной молодежи. Мы благодарим Совет молодых депутатов, который организовал это мероприятие. Наша команда, например, представляет департамент архитектуры, градостроительства города Сочи. И много молодежи, много ребят. Как олимпийский город мы должны поддерживать статус нашего города и воспитывать спортивную, в первую очередь молодежь и спортивный дух. Принципы турнира олимпийские – главное участие. Но, как известно, спортсменам нужна победа и поощрение. В итоге в молодежной группе победителем стала команда «Оружие будущего». Среди любителей лидировали пауки, а в представительской группе золото завоевала команда агентства недвижимости «Арго Сочи». К слову, упор в своей работе молодые депутаты делают не только на спорт. Народные избранники взяли опеку над подрастающим поколением и сегодня активно занимаются и нравственным, и патриотическим воспитанием молодежи. Буквально через неделю по инициативе Совета молодых депутатов Сочи пройдет всероссийский тест по истории Отечества. Принять участие в нем приглашаются все ребята, желающие попробовать свои силы и освежить полученные в школе знания. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.